Тумсо, зачем тебе эти проблемы нужны были? Жил бы себе и не трогал бы их. Таким темпом ты себе смертный приговор написал. Бат Метталл. Ты, видимо, не знаешь начала моей истории. Дело в том, что я так и жил, никого не трогал. У гулящей женщины тоже может родиться достойный сын. Он может быть праведным человеком. Но когда у тебя хорошая мать, хороший отец, но ты при этом сам предатель, нет ничего более недостойного. Но я бы не переходил им как-то дорогу какими-то своими действиями. Они перешли эту дорогу мне. Но когда у меня появилась возможность хотя бы словом противостоять им, я стал делать это словом. Будет возможность противостоять им своими действиями? Буду противостоять действиям, Меншала. Заряд и так с Даудовым. Он хотя бы единственный у них, с кем можно хотя бы поговорить. Хотя бы немного коммуникабельный. Был Абдархом Лизов. Был таким. Но в этот раз он показал себя совсем с другой стороны. Томсо, ты осознаешь, что ты им устроил ад на земле? У них теперь 2015 год. Знаменательно печальная дата. Ну ничего, пусть будет. Томсо, разве ты в 2015 выехал в Ежиние? Это когда шла война на востоке Украины? Ну получается, да. Я не знаю, активная прям фаза там была военных действий. Или они уже были в состоянии перемирия, когда Минские соглашения вступили в силу. Я этого не знаю. Но я выезжал и из Чечни, и из России в 2015 году, 8 ноября. В конце года. Я не знаю, какого было положения на тот момент в российско-украинских отношениях. Томсо, в твоей записи Иудов сказал, что у тебя есть его номер, и он все тот же. Может, ты поделишься номером с подписотой? Мы бы ему пару ласковых по телефону передали. Там, где я выложил переговоры с ним, по-моему, в третьей части я показываю. С WhatsApp эти наши переговоры. И там его номер виден. По-моему, одну только я цифру скрыл. Вы ее в легкую можете определить. Там все девятки. Не сильно просто как-то этой темой интересовался. Там был момент, когда еще лорд сказал Санан Йо Чу Сун Ли Малила. Я подумал, сейчас прям помиритесь и подружитесь. Он это так сказал, как будто бы обычно мы упоминаем их материн. Никогда не упоминаем. И он как будто бы, прося меня, я ее не упоминаю, говорит, она типа умерла. Не говори ничего плохого про мою мать. Как будто если бы она была живая, а что-то плохое про нее бы сказал. Он у Кадырова, мать живая. Ничего плохого про нее не говорю. Это не наш уровень. Это как раз их уровень. Говорить о матерях. Оскорблять с помощью матерей. Это ведь делается тогда, когда тебе нечего предъявить. Мне не нужно говорить о их матерях. Мне достаточно их предательства. Я буду говорить о их предательстве. Нет ничего хуже предательства. Лучше бы они были бы детьми гулящих женщин. Как они сами говорят, незаконно рожденными. Лучше бы они реально были бы незаконно рожденными, но при этом были бы достойными. Не были бы предателями. У плохих родителей могут родиться достойные дети. У гулящей женщины тоже может родиться достойный сын. Он может быть праведным человеком. Поэтому лучше бы они были такими. И они были бы нашими братьями. Мы бы не посмотрели на их матерей. Но когда у тебя хорошая мать, хороший отец, но ты при этом сам предатель. Это нет ничего более недостойного, чем предательство. Поэтому у меня нет нужды говорить о их матерях, о отцах. Я бы мог с легкостью переходить на эти вещи. Не было бы проблем на самом деле. Вы думаете, что нечего сказать про их родителей? Ну, конечно, есть. Зачем? Хуже, чем то, что они предатели. Хуже того, что они сделали. Ничего сказать невозможно. Они уже и не сделают, наверное, ничего хуже этого. Хотя, лучше не зарекаться. Они каждый раз нас удивляют чем-то новым. Но в любом случае родители и косяки их родителей, это не хуже того, что сделали сами эти предатели. Кобра. Ассаляму алейкум. Томсо, мы все знаем, что ты плохо относишься к КРА-команде. Имеешь право. Но говорить конструктивно нельзя, не провоцируя. Лорд очень достойно себя вел по началу, если честно, по алейкум ассалям. Начало это, это какой момент там, начало. Я думаю, чуть попозже я освещу эту тему по поводу Иудова. И пусть люди сами оценят, кто там себя ведет достойно, а кто как истеричка себя ведет. Расскажите о своем отношении к Мусе Казимагамадову и Бугаде Дахиеву. Как к предателям я к ним отношусь. Как к обычным российским предателям. Ну, точнее, к чеченским предателям, перешедшим на сторону России. Томсо, вы помните водку Кадыровка? Я сам не помню, честно говоря. Так как не был ценителем этого вида напитка. Я не знаю, но я видел ролик, где я говорилась об этой Кадыровке. Походу, была такая, видимо. Везет тебе. Тебе официально путь КРА разрешил говорить о чем хочешь. Ну, да, есть такое. Такая привилегия у меня есть. Кадырова два дня назад Путин удолжил, что результаты выборов подделаны. Я видел этот ролик. И причем он еще с такой улыбкой это говорит, как будто действительно он говорит про подделанный результат. У нас в Чечне говорит, как обычно, результат подделанный. Томсо, а вот Саид Каиев для вас предатель? Конечно, конечно, классический. Томсо, что можете сказать насчет талибов в Афганистане? Смогут ли они создать чисто шариатское государство? Или же там будут бандитское государство? Там будет бандитское государство. Я не умею заглядывать в будущее. Предсказывать тоже не умею. Предугадывать тоже я не силен в этой теме. Поэтому не знаю. Давайте будем надеяться, что он не получится создать нормальное, развитое правовое государство. Это самое важное. Надеюсь, наконец, за эти последние лет 50 уже, по-моему, они воюют. Для афганского народа наступит некий мир и процветание. Очень на это надеюсь. Томсо, зачем тебе эти проблемы нужны были? Жил бы себе и не трогал бы их. Таким темпом ты себе смертный приговор написал. Бат-металл. Ты, видимо, не знаешь начала моей истории. Дело в том, что я так и жил. Никого не трогал. Спокойно себе воспитывал свою семью, работал, платил налоги, квартплату. Это у нас просто важный момент. И почему я постоянно обращаю внимание на эту квартплату. Очень важный момент. Ее обычно вопрос этой квартплаты ставят наравне с терроризмом. Я помню ни одно выступление различных кадыровских чиновников, которые говорили, вот они не платят квартплату и уезжают в Сирию воевать. И ставили это на один уровень. Поэтому я платил квартплату изрядно. Никакой задолженности не было. Да, иногда там с ними, правда, спорил, отопление и так далее. Были какие-то спорные вопросы. Но в итоге все равно приходилось им платить, потому что добиться справедливости в республике невозможно. В общем, был таким обычным парнем. И вот в один день до меня докопался кадыровский чиновник и его родственник по совместительству. На тот момент он был, можно сказать, третьим, наверное, человеком в республике. Ислам Кадыр. Он до меня докопался, прицепился к моей бороде, и начал обвинять меня в том, что я лохобит, что я какой-то переворот готовлю, что я там какую-то партию политическую создал, что я недоволен ими и так далее. В общем, я был похищен. И с этого началась моя история. Если бы не этот момент, я бы и дальше так жил. Никого бы не трогал. Да, конечно, было нелегко. Что я внешностью своей показывал, что я не на их волне. Да, я, наверное, осознанно пошел на этот шаг. Я не стал как-то шифроваться. Да, было сложно. Нужно было скрываться спокойно. Там ходить по центру Грозного, гулять. Я не мог. Были такие моменты. Но, тем не менее, я бы готов был вот так жить. Никого бы не трогал. Ни о чем бы не говорил. Спокойно бы жил в сердце. Это все бы порицал. Я бы их ненавидел. Но я бы не переходил им как-то дорогу. То есть, какими-то своими действиями. Они перешли эту дорогу мне. Ну, когда у меня появилась возможность хотя бы словом противостоять, им я стал делать это словом. Будет возможность противостоять им своими действиями. Буду противостоять действиями, иншалла. Субтитры создавал DimaTorzok